Всем привет! Первый будет такой обзорчик новой трассы, которая открылась в городе Одесса вот как уже несколько дней сегодня в этом видео покажем что это за трасса, что здесь есть и как тут можно катать значит мы стоим на входе в это помещение сразу открывается вид на сервис зону в правой части помещения, собственно трасса и пит лейн значит под ногами у нас дорожка, которая соединяет пит зону и пит лейн дорожка выложена так, чтобы можно было ходить и не было холодно потому что трасса подразумевается использоваться в зимнее время года итак пит лейн ширина довольно стандартная для наших трасс в стране здесь есть стол для механиков есть розетки где можно подзарядить аккумуляторы общая длина зоны для механиков порядка 7-8 метров мост рассчитан ну наверно человек на 10 очень тесно и на 8 комфорта так, по пит лейну наверно все давайте пойдем дальше собственно дальше идем мы выезд из пит лейна мы выезжаем на участок трассы который будет у нас окончанием длинной прямой которую я расскажу похоже но здесь вот хотелось сказать пару слов об этом углу где стоит компьютер засечки теперь что касается самой трассы значит начнем обзор с того что у нас есть что за покрытие используется значит использовалась здесь глина обыкновенная утрамбованная катками всякой другой техникой которая строила трамплины и все это было засыпано сахаром можно ближе рассмотреть что у нас здесь за поверхность сейчас она ну прям очень-очень влажная такая что касается вот этого участка значит это конец прямой которая длина которой составляет порядка двадцати пяти двадцати восьми метров завершается она 90 градусным поворотом заходом на трамплин койка значит трамплин этот высотой вылет из него порядка полуметра сантиметров шестидесят от вершины до поверхности и протяженностью наверное метров пять вот с длинной длинной приземкой мы приземлились после двойки этой мы сразу входим на так называемый стол нужно на него заехать накатом нужно хорошо попасть в приземку тогда накатом хорошо получается заехать на стол нужно повернуть и плавно с него спуститься что приводит выходом на еще одну поле прыгать этот глубоко под большим газом не получится потому что можно улететь куда дальше чем нужно чтобы правильно прыгнуть в проперции нужно попасть в приземку и аккуратно войти в 180 градусный поворот будет разворот здесь самое узкое место трассы после чего можно ускоряться идет небольшой прямой участок который завершается 90 градусным поворотом и находим в этот поворот стоит небольшой подскок после этого подскока начинается небольшой участок о котором уже нужно думать о том как прыгнуть следующее препятствие тройка состоит из вылета высота которого почти 80 см небольшой приземки для тех кто не смог прыгнуть это полностью препятствие и плавный перекат резерка собственно этого трамплина идет 180 градусный разворот где есть небольшой прямой участок тоже идет сужение трассы где идет еще один 180 градусный разворот с выходом на препятствие двойка очередной значит прыгаем тут такая резиночка с небольшим заворотом трассы после чего можно спокойно открываться здесь идет прямой участок довольно длинный прямой участок с завершением разворота дальше идет препятствие так называемая змейка где мы имеем резкие повороты в одну другую сторону сначала левый потом правый и идет плавный выход после змейки напрямую для тех кто идет на заправку без разгона модель сразу заряжает длинный 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 что касается прямой то ее ширина и длина позволяют полноценно открыться модели как ДВС так и электрической вот собственно это все по конфигурации трассы и давайте посмотрим что у нас есть в пидзоне и так собственно мы сейчас стоим на входе в пидзону которая рассчитана на 36-40 участников из расчета 1 метр рабочей зоны на столе один стол идет с розетками с которые вы обогревали людей возле стены и один центральный стол так собственно в пидзоне все еще стоит отметить тот факт что специально для того чтобы работали ДВС модели здесь и можно было на них кататься сделана вытяжка из 6-ти мощных вентиляторов которые позволяют продуть это помещение очень короткие сроки вот что касается освещения камера это может быть не передает но здесь настолько светло как в общем-то и на улице при хорошем солнечном дне вот поэтому на этом все будем рады видеть участников спортсменов на этой трассе и до новых встреч пока